Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поставьте, как всегда, пожалуйста, плюсики «слышно меня и видно ли меня», чтобы мы перешли к нашему сегодняшнему эфиру. Всё, я вижу, что меня видно и слышно. Меня зовут Селецкая Татьяна Витальевна, и сегодня мы с вами поговорим о книгах для раннего возраста. Я вам хочу представить серию «Попрыгунчики». Эта серия вышла в четырёх книгах. Такие названия, как... Сейчас, извините, покажу. «Зайчик», «Лягушка», «Мартышка» и «Щенок». Вы видите перед вами все эти четыре книги, и сейчас мы более подробно поговорим, почему такое название этой серии книг «Попрыгунчики». Не только с ним почитать, но и поиграть. Согласитесь, если мы ребёнку дадим книжку и начнём с ним её читать, то дети быстро устанут, им станет неинтересно. И как хорошо, когда мы дадим детям игрушку, книжку. Они вначале возьмут её, поиграют. Зайка будет прыгать, подскакивать. Ребёнок будет ловить её. Видите, как интересно, высоко подскакивает книжка, и ребёнок её ловит. Ребёнок, опять-таки, он тоже долго играть не будет, потому что смена деятельности у него происходит быстро. Он буквально может сосредоточить своё внимание на 2-3 минуты. Вот ребёнок поиграл, а дальше педагог или мама открывает книжку и смотрит. Смотри, зайка. Скучно стало прыгать зайкой под берёзкой на лужайке. Видите, устал зайка. А почему он устал? Потому что буквально 2 минуты назад ребёнок действительно с этим зайкой скакал. И ребёнок понимает, что зайка действительно устал, потому что если ребёнок будет скакать, он также устанет. Дальше вы можете посмотреть на эту замечательную картинку и сказать, покажи, пожалуйста, если это ребёнок даже, например, до года, да, или чуть больше маленький хвостик от года, где у зайки глазки, где у зайки ушки. Ребёнок с удовольствием будет показывать и искать части тела зайца. Также мы слышим, что устал, да, под берёзкой скакать. Вот, пожалуйста, водится дерево. Но если мы с вами посмотрим на картинку, то кроме берёзки мы с вами ещё увидим дерево ель. Вот, пожалуйста, мы можем с детьми начать такие обобщающие понятия водить, да, не только, что и ель, и берёзка – это дерево. Покажи деревья, да, вон как много деревьев. А какие ты деревья знаешь? Берёзка, ель. Пожалуйста, до трёх лет, вот, то есть, начиная, как ребёнок может взаимодействовать, брать в руки игрушку, то есть с восьми месяцев, и до трёх лет вы эту книгу можете прекрасно использовать. Дальше вы продолжаете с ребёнком читать. За кузнечиком прыг-скок, ускакал он за лесок. Как зайка поскакал! Дальше вы опять останавливаете, и зайка дальше поскакал. Вот, пожалуйста, пошла смена деятельности, да, но эта смена деятельности – это продолжение рассказа, потому что зайка в этот момент, когда запускает ребёнок, зайку, зайка скачет за кузнечиком. Вот он поскакал, да, за кузнечиком. Зайчик помахал хвостом, приземлившись за кустом. Вот он, он приземлился за кустом, и вперёд помчался ловко божью обгонять коровку. Вот вы с удовольствием читаете эти книги. «По дороге на опушке зайки встретились лягушки». Посмотрите, опять вы можете остановиться и поговорить про лягушек, да. Сколько зайка встретил лягушек? Да, много он встретил лягушек. Потому что вы знаете, в основном в раннем возрасте мы с детьми изучаем один и много, потому что лягушек много. Если дети более продвинутые, то вы можете посчитать и лягушек с ним. Посмотри, их много лягушек. Одна лягушка, две лягушки. Вот какие две лягушки, а зайка один. Вот она пошла, пошли математические способности детей изучать. И всё это прекрасно на одной книжке изучается. С ними на перегонки поскакал он до реки. И опять ребёнок сменяет деятельности. С лягушками он поскакал на перегонки. А посмотрите, а если у вас есть такие две книжки, да, «Зайка и лягушка», как интересно. И вот может два ребёнка или мама с ребёнком поскакали на перегонки, и вот они запускают эти игрушки. Кто выше прыгнет, лягушка или зайчик, да? Кто шустрее, лягушка или зайчик? Вот они и начальные соревновательные формы, когда ребёнок пытается соревноваться с близким ему человеком. То может быть мама, то может быть брат, сестра, друзья в детском саду, воспитательница. То есть вы смотрите по тому, кто находится у вас в данный момент в ближайшем окружении. «Прискакал зайчонок ловко в огород, где ждёт морковка», да? Вот, пожалуйста, вы тут можете обсудить уже овощи, морковка, капуста, да? Капуста простая, капуста белокочанная, капуста брокли. Пожалуйста, обсуждайте. А что у нас растёт на грядках? У нас растут овощи на грядках. Вот, пожалуйста, вам и окружающий мир. Смотрите, благодаря одной такой маленькой книжке мы с вами математику вспомнили, мы с вами вспомнили окружающий мир, мы с вами вспомнили развитие речи, потому что произвели обобщающие слова, да? Вспомнили. Пожалуйста, вот мы с вами тут мелкую моторику наладили. Потому что, в принципе, чтобы запустить зайку, надо нажать. А чтобы нажать, надо небольшое усилие приложить. Понимаете? И нажать надо тоже нажать. И если вот так не получится, лучше выбрать там сбоку. Вот нажал и отпустил. И он, зайка, подпрыгнул. Такие же прекрасные стихи мы с вами сможем прочитать и в серии «Попрыгунчики» про обезьянку историю. Как она прекрасно живёт у себя в Африке, да? Чем она там занимается. И также в контексте этого рассказа мартышка будет подпрыгивать, прыгать, разговаривать с попугаями, убегать по дорожке от своих друзей. Ну, лягушечку я вам уже показывала, но у неё здесь другие приключения, не с зайкой. Она, так как лягушка, живёт в болоте, да, в речке, то у неё происходят свои встречи. Свой рассказ идёт, да, кого она на пути встречает, с кем она общается. И, конечно же, ещё раз серия «Собачка». Также происходят встречи с разными героями. Тут вы можете обсудить, да, что собачка – это домашнее животное. А почему домашнее животное? А потому что она живёт дома, да. А зайчик? А зайчик – дикое животное. Почему? Потому что оно живёт в лесу. То есть приобретая для детей раннего возраста игры, игрушки, они очень полезны для детей. Так как эти игрушки прививают любовь к книгам. Потому что маленький ребёнок вообще любит с ней взаимодействовать. Потом ему нравится рассматривать картинки. Дальше ребёнок переходит уже к чтению текста. Ну и в подготовительной группе уже многие дети даже могут сами начинать читать данные книжки. И вот продолжает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Екатерина А где можно купить такие замечательные книги? В интернет-магазине «Школа семи гномов». Если вы сможете сфотографировать, потом пройти по этой ссылочке, то вы как раз попадете прямо на эти книжки. И вы сможете их приобрести в свою библиотеку, будь то домашняя библиотека, будь то детсадовская библиотека. В каждой библиотеке такие книги будут востребованы. Спасибо большое за внимание. Рада была, что вы были с нами. Ждём вас завтра в это же время. Всего доброго. До свидания.